Добрый день, коллеги. Представлюсь, зовут меня Мария Нинашева, я являюсь руководителем проектов 1С, а также практикующим консультантным аналитиком, функциональным архитектором. В общем, выполняю разные роли проектов и стараюсь максимально практические какие-то вещи выносить на вебинары, чтобы мы с вами их разбирали. Мы еще минутки-две подождем, пока люди к нам присоединяются, я пока расскажу про организационные моменты. Сегодня мы с вами работаем длительность нашего вебинара час, в этот час мы с вами разберем теоретические моменты, что нужно вообще в принципе знать для того, чтобы начать настраивать внутренний документ в системе документов оборот 3.0, что нужно спросить, собрать какие данные. Далее мы разберем этапность настройки документа и прямо в системе разберем один из примеров, то есть на примере заявки на командировку мы разберем настройку вида документа последовательно. Вот, пожалуйста, задавайте вопросы в чате, я их по ходу дела постараюсь на них на вся отвечать. Если вдруг я на что-то не ответила, значит мы либо в конце с позволить время. Если вдруг время у нас не позволят, то у нас будет по итогам нашего вебинара рассылка видео и там же мы ответили на вопросы, которые были в чате, но мы не успели на них ответить. Вот мы их обязательно разберем и рассылка с видео у вас будет. Поэтому коллеги часто начинают запись, пытаются записать вебинар. Мы это сделаем. Не переживайте. Если вдруг вас отключило, то тоже ничего страшного. Мы вам запись предоставим. Можете пересмотреть все интересующие моменты. Презентация также будет предоставлена. Так, ну я смотрю, что у нас активность подключения вроде бы утихла. Я сегодня являюсь модератором и спикером, поэтому подключаю вас я. Если вдруг я вас не подключила, то вы не расстраивайтесь. Подождите немножечко, я вас обязательно не подключу, потому что не всегда вижу окно гостей. Увлекаюсь самой системой и не могу, оперативно не всегда могу отследить, кто у нас подключается. Так, ну давайте тогда еще раз перекличку какую-нибудь сделаем. Видно ли мою презентацию? Поставьте букву в купе, если видно мою презентацию. Да, вам буду задавать периодически вопросы, потому что я здесь сижу одна в комнате и мне хочется видеть, что в самом деле здесь есть, общается, чтобы был у нас с вами диалог. Да, все отлично. Я вижу буквки П. Так, тогда мы с вами можем начинать. Я свое видео выключу, чтобы не заполнять с собой экран, чтобы мы погрузились в мир документов. Так, я думаю, что меня все увидели. Дальше нет. Да, кстати, еще хочу предупредить, у меня тут неожиданно накрыла болезнь, я немножко без голоса, поэтому сразу предупреждаю, если в течение вебинара он будет тихонечку садиться, ну бывает. Вот, стараюсь, чтобы было слышно. Итак, мы сегодня разбираем настройку внутреннего документа на примере заявки на командировку. И наши вопросы основные. Первое, это какую информацию требуется собрать. Далее мы посмотрим последовательность настройки вида документа, ну и разберем это все на практическом примере. Итак, какая у нас с вами, ну чтобы понимать, что в принципе собирать, нам нужно понимать последовательность по тому, как мы будем вообще действовать, и что нам нужно, какие этапы есть, что нам, какие инструменты потребуются. Нам нужно знать, что нам нужно знать, какие у нас реквизиты основные, чтобы произвести настройку основных реквизитов, поместить их на форму документа. Мы же должны понимать, что мы там будем ввести, какие реквизиты. Далее у нас дополнительные реквизиты. То есть если мы понимаем, что мы в заложенные для функционала не помещаемся, нам не хватает каких-то преднастроенных вещей в документ обороте, а есть специфичные реквизиты в нашем конкретном документе, то мы тоже сразу должны предусмотреть и понять, что у нас с этими реквизитами будет происходить, как мы будем использовать. Ну и по крайней мере определить, что у нас будет являться дополнительным реквизитом, что основным реквизитом, и как мы будем настраивать, мы будем, либо иногда бывает, что очень большое количество реквизитов, которые используются в установках, принимается решение, что их нужно все-таки дорабатывать через конфигуратор. Но это уже отдельная история, отдельная тема. Сегодня мы смотрим рамки типового функционала и настройку в рамках типового функционала. Далее настройка создания документов, то есть кто у нас может создавать документы. Настройка тематики документов. Говорим о том, что это такое вообще тематики документов, как они нам помогают работать, для чего они нужны. И далее настройка номераторов. Обычно документы у нас как-то номеруются в организации. Нужно понять, по какому принципу, и это зафиксировать, чтобы мы могли то же самое с помощью типовых настроек программы настроить, и пользователь видел все то же самое, что на бумаге. Вот. Настройка обработки документа. Это очень интересная тема. Мы разбирали отдельный вебинар на эту тему. Как у нас настраивается обработка документа. Она отличается в тройке и в 2.1. Так. Вижу комментарии, что можно ли раскрыть презентацию на весь экран. Я просто смотрю на все слайды. Не очень мне удобно. Наверное, так вот я сейчас сделаю, чтобы было более удобно. Презентацию вы в любом случае потом получите. Вот. Поэтому здесь я буду переключаться с презентации на систему. Слайдики слева у меня тоже нужны, чтобы я в последовательности не запуталась, но постаралась максимально, чтобы вы видела. Вот. Так. Настройка обработки документа. Настройка шаблона документа. Мы ее очень косвенно затронем сегодня, потому что это отдельная большая тема. И роли файлов документа. Так. Ну и идем тогда в нашу легенду. О чем мы сегодня будем говорить? Проще всего говорить на примере, чтобы понимать наглядно. Поэтому мы сегодня будем разбирать заявку на командировку. Вид у нас документа заявки на командировку. У нас ведется учет по организациям. То есть у нас несколько юридических лиц. И нужно указывать, по какому юрлицу у нас, собственно, делается заявочка сотрудникам. Также нам нужно отмечать, ввести учет, если у нас командировка за пределами Российской Федерации. И в этом случае, если у нас за пределами Российской Федерации, то добавляется согласующее лицо. Еще одно. Это служба безопасности. И если расходы на командировку у нас более 100 тысяч рублей, то у нас добавляется согласование генеральным директором. То есть отдельный этап согласования. Мы сразу понимаем, что сумма эта у нас есть в типовой системе. Мы далее посмотрим этот реквизит типовой. А вот командировка за пределами РФ – это такой специфичный реквизит. И мы уже изначально, глядя легенду, понимаем, что, скорее всего, это у нас будет доп. реквизит. Но в любом случае мы это будем сейчас описывать и смотреть, как это описывается. Далее необходимо указывать цель командировки текстом. Мы тоже понимаем, что этот реквизит у нас должен присутствовать. В создании документа, если у нас заявка на командировку с предварительным расчетом бюджета, то она у нас доступна всем сотрудникам без предварительного расчета бюджета. Доступна только рабочая группа, руководители подразделений. Далее, то есть у нас есть две тематики документов. Я их на самом деле просто из главы быстренько придумала какие-нибудь, чтобы показать, что такое тематика. Особо мы их больше нигде не используем, как в создании документа. Далее посмотрим номератор документа. У нас описано, как он у нас создается, какой у нас номератор документа. И настройка шаблона документа. Как я говорила, мы сегодня сильно глубоко не будем трогать, но я просто расскажу, что это такое теоретически. Роли файлов тоже посмотрим. У нас есть основная обязательность к заполнению и дополнительные файлы. То есть у нас есть две роли файлов, которые дополнительные файлы. Мы можем купить все, что мы считаем нужным. Кубы и сканы, любые файлики. И основная обязательность к заполнению – это наш основной документ, который у нас должен присутствовать, быть прикреплен к карточке документа. Так, периодически буду проверять участников нашей встречи. Еще раз предупрежу, что если вас отключила, я вас обязательно покручу. То есть только есть вероятность, что придется подождать немножечко. Вот. И напомню, что если у вас есть вопросы, вы их, пожалуйста, сразу в чат пишите, не дожидаясь конца вебинара, чтобы я могла сразу по ходу дела о них поговорить, запронить эту тему. Что же мы должны узнать, спросить у наших функциональных заказчиков, у тех, кто потом будет нашим настроенным видом документа пользоваться для его настройки. У меня есть свои шаблоны документов, которые я составляю, к которым я уже привыкла. И они помогают мне все это скомпоновать в единый формат, все те данные, которые я собираю, и потом прямо по ним идти настраивать. Они, ну, эти шаблончики, они вроде бы не сильно сложные, простенькие, но они очень сильно помогают в работе. Это помимо описания бизнес-процесса в разных нотациях, то есть разные компании по-разному требуют, привыкли к разным нотациям, в основном используются BPMN. Это такая схемка, где у нас процессы, документы, события описываются. Сегодня мы их тоже особо смотреть, но, в общем-то, и не будем. Тут я делюсь просто своим опытом. Помимо стандартных инструментов, которые обычно используют аналитики, я использую просто обычные удобные таблички, которые понятны пользователям, которые можно показать, и они все сразу поймут. Потому что в нотациях это больше техническая информация для тех заданий, пользователи их не всегда понимают и не очень-то хотят, не знаю, сталкивались, не сталкивались. Вот, поэтому я беру просто обычный Excel и начинаю описывать наименование реквизита, какие у нас реквизиты есть, что это за реквизит. То есть, я прямо открываю систему, ну, я так-то уже привыкла, знаю, какие у нас в системе есть реквизиты. Если я понимаю, что это реквизит, в системе нет, значит, я его прописываю как дополнительный реквизит. То есть, здесь в табличке мы видим наименование реквизита, перечисляем, вот у нас реквизит за пределы меров. Скажите, видно текст в таблице? Просто у меня там мониторчик, я старалась маленький мониторчик взять, чтобы все было видно. Вот, вот так я чуть-чуть побольше сделала. Вот, то есть мы описываем наименование реквизита. Что это у нас за реквизит? Если он где-то у нас должен располагаться в определенном месте, мы тоже здесь описываем. Вот, и если это у нас дополнительный реквизит, то мы прописываем, какая у нас форма, какие значения принимает этот реквизит. То есть, все, что может нам понадобиться при настройке. Вот, далее, когда у нас заполняется данный реквизит? То есть, какой момент бизнес-процесса? Какой-то реквизит у нас заполняется сразу при создании документа. Какой-то реквизит у нас может заполняться в процессе, уже там бизнес-процесс, то есть, допустим, у нас пользователь какую-то информацию получил, он ее внес. Ну, мы конкретно сегодня такой не будем разбирать пример на системе, но вообще пример может служить, допустим, когда мы согласовываем договор, получаем, допустим, по нумерации нашего контрагента номер договора, когда он у себя там зарегистрировал, и вносим эту дополнительную информацию в систему. То есть, изначально мы ее знать не можем, но узнаем в процессе уже обработки документа. И для этого мы фиксируем, в какой конкретно момент мы данную информацию получаем. Причем можно для шага бизнес-процесса настроить проверку, заполнен ли этот конкретный реквизит. То есть, у нас есть реквизит, он может сразу быть неизвестен и не заполнен. В процессе уже обработки, в процессе, когда у нас пользователи свои задачи выполняют, на определенном шаге мы можем поставить проверку, чтобы данный реквизит был заполнен. Вот, по именно настройке обработки, по условиям маршрутизации. Вот у нас был вебинар по настройке обработки, прям конкретно, мы глобально разбирали. И планируем еще по условиям маршрутизации, настройке условий маршрутизации. Так что там будем эту тему глубоко разбирать. Вот, то есть, здесь мы указываем условия видимости, обязательности к заполнению, доступности к заполнению. Проверка значения заполненности. Участие в условиях маршрутизации. Опять же, вот наши условия, если да, согласование службы безопасности. То есть, если у нас за пределами РФ, то согласование службы безопасности. Ну и комментарии, там, допустим, какие-то реквизиты мы будем обсуждать при обсуждении маршрута. Я брала прямо из моего протокола интервью рабочего. Поэтому вот этот комментарий у нас остался. То есть, когда мы обсуждали реквизиты, мы прописывали комментарии, что когда мы будем проходить маршрут, мы еще раз к этому вернемся. Что именно на этом шаге у нас этот реквизит будет участвовать в условиях маршрутизации. Это очень важно. То есть, описание реквизитов, оно у нас очень плотно связано с условиями, с описанием бизнес-процесса. Потому что, если вы в бизнес-процессе какие-то условия маршрутизации используете, они у вас должны подробно, эти реквизиты быть описаны. Бывают такие ситуации, я сталкивалась, и достаточно часто сталкиваемся, когда начинаем настройку, приступаем к этапу, вроде бы обследования закончили, приступаем к этапу моделирования, когда мы уже настраиваем бизнес-процесс, понимаем, что у нас еще там из десяток разных реквизитов. А те доп. реквизиты, которые мы уже сделали, они у нас должны принимать другие значения, по-другому отрабатывать в маршруте. И мы начинаем заново переписывать все условия маршрутизации, перенастраивать все реквизиты. А это все у нас идет с связанные объекты, с посылком, с другими элементами. То есть, у нас рушится весь маршрут. Поэтому очень важно до старта настройки окончательной, но на моделирование это еще допустимо. А если вы идете без моделирования, просто идете и настраиваете, то здесь очень велика вероятность, что если вы не проработали реквизиты, то вы будете несколько раз переделывать. Часто к нам возвращаются заказчики после того, как сами что-то внедряли. И с вот этой проблемой, что у них путаница в реквизитах, в условиях маршрутизации, они не понимают, как это все теперь привести в порядок, потому что ничего не зафиксировано, ничего до конца не обследовано. Поэтому это очень важно зафиксировать, понять, что у вас там на старте-то было. Если что-то меняется, то от чего вы отталкивались. Второй инструмент, который я использую, это у нас табличка с описанием бизнес-процесса. Вот это то, о чем я говорила, что обычно описывают в разных нотациях технически. У нас условия маршрутизации не описаны. То есть здесь описаны наши шаги. Кто у нас может создавать документ и все условия создания документа. Далее у нас согласование. Это у нас непосредственный руководитель автора документа. То есть он у нас всегда согласовывает служба безопасности. И прописано как последовательно, параллельно там. Ну, последовательно понятно, потому что у нас согласование непосредственным руководителем автора документа. Это у нас первый шаг. Он у нас ни с чем еще пока не запараллелен. С предыдущим шагом служба безопасности одновременно с непосредственным руководителем запускается задача. И у нас есть срок исполнения два дня. Кого нужно ознакомить именно с результатами этого шага, мы никого не знакомим. То есть у нас потом будет общее ознакомление автора документа, когда у нас полностью все шаги согласования пройдут, чтобы ему как спам не падало уведомление. Теперь этот согласовал, теперь этот не согласовал. То есть он получит ознакомление, задачу на ознакомление после того, как все согласуют. И условия маршрутизации. То есть служба безопасности у нас согласовывает, если за пределами РФ реквизит принимает значение «Да». И мы с вами в рекенде видели, что если сумма более 100 тысяч рублей, то у нас согласовывает генеральный директор. Далее у нас идет ознакомление автора документа и исполнение кадровым ответственным сотрудникам. Мы с вами сегодня небольшой процесс разберем для того, чтобы мы с вами вместились в тайминг отдельно, когда мы рассматривали, если важно, именно по обработке документа, настройки, то смотрите вебинар по обработке документа, там более подробно. Ну и, собственно, далее теоретическая информация. Там идет презентация, она у вас будет. Где чего находится, что такое тематики, как они настраиваются, нумераторы. Я предлагаю нам с вами уйти в систему сейчас и смотреть на систему. То есть к презентации мы будем периодически, вероятно, обращаться. Я ее сейчас беру на свой второй рабочий стол, чтобы у меня легенда была перед глазами. И я ее могла периодически просматривать. Что мы делаем в системе? Сейчас мы зашли в систему под администратором. У нас нет нашего привычного пользовательского виджета. У нас начальная страница именно админская. Смотрим на документы оборот 3.0. И у нас есть перед глазами наша легенда для настройки вида документа. Настраивается у нас вид документа в разделе НСИ. Справочник вида документов. У нас идет сквозной справочник. То есть он у нас не разделен на входящие и исходящие внутренние документы. И мы уже делим, исходя из той методологии, в которой мы работаем, на все группы документов, которые именно для нашей компании, именно у нас присутствуют. Так, давайте-ка, чтобы я была уверена, что вы видите систему, напишите мне, пожалуйста, в чат 1С, чтобы я видела, что вы видите, как я вижу слово видно. Думаю, что речь именно про 1С. Супер. Все, вижу. Итак, мы создаем с вами новый вид документа. Он у нас будет находиться в группе кадровый документ вебинар. И называться он будет у нас заявка на модировку вебинар. Так, чтобы мы его не путали с нашими другими видами документов, которые у нас в системе уже созданы, они у нас не перепутались. То есть мы видим, что слева у нас появляются закладочки. С которыми мы с вами будем работать. И мы сейчас прям подряд по ним пойдем и будем настраиваться. Что у нас сразу мы видим? Мы видим, что у нас открывается окно, где, я назову, так вот, у нас индекс будет за НКВ, заявка на модировку вебинар. Мы видим перечень возможных реквизитов и возможности, которые у нас уже есть в системе. То есть преднастроенный набор реквизитов и функций, которые мы можем сразу включить галочками. Не все, к сожалению, реквизиты у нас здесь есть, которые могут нам понадобиться. Поэтому, глядя на нашу табличку реквизитов, мы видим, что у нас уже присутствует в системе, а что нам нужно завести. Так, смотрим на нашу легенду, видим, что у нас ведется учет по организациям. Оно не является входящей корреспонденцией, договором, заявкой на оплату, исходящей. Мы прям проходимся по нашим реквизитам, по контрагентам мы не ведем, по номенклатуре дел тоже у нас в легенде ничего об этом не сказано. Тематики. Про тематики у нас было сказано. Что такое тематики? Вот мы сейчас галочку поставили. Прошу обратить внимание на левую вот эту часть. Когда мы ставим галочку, у нас появляется новая страничка документа, это тематики. То есть здесь это дополнительный разрез, разрез для доступа, для создания документов. Также мы можем использовать в условиях маршрутизации. То есть у нас здесь есть возможность не плодить много видов документов, а разделить их по тематикам. Кто знаком с документами оборотов на 2.1, у нас такой возможности не было. А там у нас тематика такого понятия не было. Так, вести учет сторон нам не нужно, по товару не нужно, срок исполнения не нужно. У нас этого не было указано. У нас там есть по сумме документа. Вот так вот. Учитывать сумму документа. Так, далее. Включить в реестр. И у нас тоже задачи такой не было. Будет отдельно по реестрам. Вебинарчик, который мы будем рассказывать. Так, использовать важность. Временные номера у нас тоже ничего не сказано. То есть мы идем по всем реквизитам. И понимаем. Ну вот обязательно указание ответственного у нас с вами. Там в требованиях в нашей реквизите. Отмечаем галочки, которые есть. Записываем. Тематику у нас сразу просят задать. Мы с вами сейчас сразу внесем тематики документов. Так, сейчас я открою наши легенды по тематикам. С предварительным насчетом бюджета. Тематики у нас чисто справочные. Мы сегодня с ними особо ничего делать не будем. Мы просто говорим, кто у нас какие может создавать. Вот. То есть больше мы их нигде, там, в маршруте, эти данные использовать не будем. Хотя можем. Мы много чего можем использовать в маршруте. Но если делать вебинар, планированный по условию маршрутизации, это будет такая глобальная тема. Так. У нас сказано в легенде, что с предварительным расчетом бюджета у нас доступно для всех. А без предварительного расчета бюджета у нас доступно... Так. Тематики. Вот. Сотрудники у нас с предварительным расчетом бюджета. То есть мы создали свою тематику. И теперь мы описываем, кому... На вкладочке создания документов мы описываем, кому доступны эти реквизиты... Ой, кому доступны эти тематики для создания всем сотрудникам с предварительным расчетом бюджета. И у нас есть рабочие группы. То есть мы помним, что у нас разделены в системе пользователя подразделения к рабочим группам, мероприятиям, проектам, ролям. То есть мы можем назначать... Ну, это используется для разных целей. Где-то мы используем для процесса роли исполнителей. Для прав мы можем использовать рабочие группы сотрудников, различные разрезы. То есть здесь надо понимать нашу общую концепцию настройки системы. У нас тоже как и был вебинар по общей настройке системы. Сегодня мы об этом не говорим. У нас есть руководитель подразделения. Так. И тематики у нас... Вот, без предварительного расчета бюджета. Записали. Так. Это мы с вами сделали. То есть у нас заполнено основное. Так как нам система просила для записи создать тематики, мы сразу создали тематики и создали разделение доступа на создание документов по тематикам. Далее. Мы посмотрим с вами нумерацию. Нумерация у нас настраивается на закладке в листе нумерации. Мы выбираем, как мы будем вести вручную или автоматически. По нашей легенде мы введем автоматическую нумерацию. У нас есть правило введения нумерации. Мы ее сейчас настроим. Заявка на командировку в вебинар. Смотрим, что у нас там указано. Про нумерацию. У нас в правой части указаны те индексы, те сущности, которые мы можем добавить в наш формат номера. И мы отсюда выбираем. Проверяем, что периодичность у нас указана. Далее мы смотрим, что у нас индекс организации. Ищем здесь индекс организации. Видим, что используется у нас дефис. Номер порядковый. Далее. Смотрим, что у нас у нашего бот-четыре знака. Выбираем бот-четыре знака. Далее у нас идет индекс тематики. Смотрим, что через дефис. Так, и периодичность у нас установлена в бот. То есть мы сейчас с вами настроили нумератор. Для того, чтобы его правильно настроить, вам изначально нужно правильно получить по каждому виду документа вот это описание. Иногда забываем сразу получить и потом перенастраиваем. Так, все, записываем, закрываем. Выбираем твит. Все, у нас для нашего вида документа настроена нумерация. Дальше. Мы идем. Создание документов тематики мы настроили. Нумерацию настроили. Так, вернемся в заявку на командировку реквизиты. Кто мне скажет, что мы забыли сделать? Я вижу у нас в чате вопрос схожий. Вопрос меня навел на МСЛ. Вопрос следующий. В дальнейшем настроить вид документа можно будет указать до преквизита при необходимости. Вот это мы и не сделали. Мы не указали сразу до преквизита. Да, до преквизита можно настраивать после. Главное их правильно строить в маршрут, понимать, для чего мы до преквизита эти настраиваем. Мы с вами этот шаг пропустили сейчас. То есть мы настроили реквизиты обычные, а до преквизиты не настроили. До преквизиты у нас настраиваются на вкладочке основное, на листе основное. И здесь мы кликаем по ссылке набор дополнительных свойств реквизитов. И видим, здесь мы видим вообще список всех реквизитов. Мы вот видим, что тренировались мы тут и разные примеры были. То есть у нас вот есть как бы в других видах документов тоже схожие реквизиты. Мы видим там в обращении у нас тоже есть допреквизиты. То есть мы видим, в общем-то, весь состав реквизитов, допреквизитов и можем, в общем-то, использовать реквизиты как новые, так и из другого набора. То есть они у нас существуют в системе и мы можем и то, и то делать. Мы с вами сейчас создадим допреквизиты, чтобы понять, как это делается. Вот. А вы за мной внимательно следите. Если вдруг я что-то забыла сделать, пропустила, пишите мне в чат. Напоминайте, мы будем делать все по порядку. Когда мы с вами добавляем допреквизит, у нас есть новый, возможность выбрать новый допреквизит или из другого набора. Соответственно, если из другого набора, то мы уже выбираем созданный в системе. Но сейчас наша задача создать допреквизит, посмотреть, как это делается. Сначала у нас создается допреквизит. За предъявление ИРФ. Давайте его тоже определим. Себинар. Допреквизит. Это у нас дополнительное значение. То есть у нас может быть либо да, либо нет. Но на самом деле выбирать мы можем разные типы значений использовать. В данном случае, я считаю, что мне нужно использовать именно доп. Значения. Можно использовать значения справочников. То есть выбирать справочников значений реквизита. Можно выбирать булево, дату, строка, число. То есть именно тип данных в допреквизитах, он выпирается. Вы должны это на этапе описания допреквизитов понять, что это у вас будет. Вот у нас тип дополнительное значение. Мы эти значения создаем. Перед переходом к стаду записываем. Система просит записать. Мы создаем два значения. Система открыть. И теперь нам надо понять. Вот без этого реквизита, так как у нас в условии маршрутизации он используется. Система у нас просто не поймет, куда ей пойти и что делать. Поэтому нам важно сделать этот реквизит доступным и определить, когда он будет виден. То есть мы можем указать условия, когда он будет виден. Мы можем указать всегда ли он будет доступен. То есть при каких-то условиях он может быть недоступен. Здесь могут использоваться тоже условия. И разные методы их настройки. Это мы условия маршрутизации. Условия допреквизитов мы будем все разбирать отдельно. Так, и мы сейчас установим, что заполнять обязательно, всегда. То есть заполнять обязательно тоже можно настроить по условию. Но на текущий момент у нас заполняем обязательно всегда. Также для тех, кто использовал документы, документы оборот 2.1, обращу внимание, что у нас появилась возможность изменить расположение нашего реквизита. То есть раньше у нас была возможность располагать реквизит только на вкладке свойства документа. И для того, чтобы перенести на какую-то другую вкладку, требовалась доработка системы. Сейчас это уже не доработка системы. Сейчас мы можем вполне себе выбрать, где у нас будет располагаться на форме. Давайте вот на странице реквизиты. Группа элемента права. Произвольно поставим. Вот теперь он у нас на форме будет там. Записываем наш док-реквизит. Он и еще у нас с вами был док-реквизит. Так, я его показывала. Сейчас мы приношу табличку по док-реквизитам. За цель командировки. У нас еще был док-реквизит, цель командировки. Тут варианты, когда вы обдумываете, куда вам поместить этот док-реквизит, на какую вкладку. Важно понимать, сколько у вас в принципе реквизитов используется. Если у вас на основной карточке документа очень много реквизитов, то лучше оставить их на вкладке свойства. И визуально, чтобы пользователь понимал, где у вас доп. информация, где основные реквизиты документа. Поэтому тут нужно индивидуально уже смотреть. На моделирование обычно очень хорошо видно. Пользователи видят и говорят. Так. Цель командировки у нас не дополнительное значение. А строка. То есть это текст, который будет у нас указывать пользователь. Так. У нас пропадает наша табличка, где мы указываем значение. Потому что тип значения у нас строка. И делаем заполнять обязательно. Записываем. Напоминаю, что заполнять обязательно это не всегда нужно. Только если при... Можно проставить условия, можно без условия. То есть всегда будет обязательно. Мы для примера не будем менять расположение. Посмотрим, где у нас на форме будет с вами располагаться данный документ. И я смотрю сразу от Сергея. Вопрос. Можно ли настройкой привязать к топ-реквизиту уже существующий справочник в 1С документа оборот? Да, я это показывала. Так, я думаю, что... Сейчас мы с вами разрешим редактирование. Если... Вот открываю тип значения. Еще раз по этому пройдусь. У нас с вами есть разные типы значений. То есть у нас есть... Вот сейчас мы указали строкам. Булево, дата, разные типы данных. В том числе у нас есть наши справочники. Организации, пользователи системы, полномочия, подразделения, проектные задачи. То есть сотрудники. И это все наши справочники, значения которых мы можем использовать в значениях реквизитов. Надеюсь, что я на вопрос ответила. Так, строкам. Окей. Так, записываем наш реквизит. И возвращаемся в нашу карточку. Виде документа. Так, у нас получаются наши реквизиты заполнены. Что у нас здесь еще важно? Что не прошлась? Есть у нас на вкладке создание документов. Мы с вами проставили, кому разрешено у нас создавать документы. Мы еще не рассмотрели важный внизу набор функций. Вот, то есть кому у нас доступен шаблон нашего документа. То есть шаблон документа мы можем его использовать, можем не использовать. То есть вы можете просто файлы прикреплять, а можете использовать шаблон документа, когда у вас есть вордовский шаблон. И из реквизитов в карточке документа туда подставляются реквизиты. То есть вам не нужно дополнительно в ворде там что-то формировать документы. Вы в карточке заполнили, сохранили и распечатываете уже заполненный вашими реквизитами шаблончик. И его используете. Для этого у нас будет отдельный вебинар, где мы именно работаем шаблоном с настройкой автозаполнения. Все это подробно описывать, так что следите за вебинаром. Вот, здесь мы можем как раз таки запрещать изменять реквизиты. И шаблон запрещает дактировать файлы, запрещать удалять файлы. То есть здесь у нас тоже есть наборка функций. Мы на этапе обследования, вот это тоже мы должны учесться. Сейчас у нас по умолчанию никаких требований нет для упрощения примера. Но вообще это тоже учитывать всегда нужно, если данное требование есть. Так, далее мы на вкладке реквизита документа сразу можем внести предзаполненные данные. То есть если вы по умолчанию чаще всего создаете документы с тематикой с предварительным расчетом бюджета, так как у нас для всех пользователей доступна эта тематика, и только для одной группы пользователей у нас тематика вторая доступна, то нам будет логично, чтобы пользователь меньше кнопок нажимал, выбрать с предварительным расчетом бюджета. Далее мы можем выбрать заголовок документа и его опять же с помощью конструктора сформировать. То есть вид документа, допустим, у нас нет определенного требования сейчас к этому, но хочется показать, как работает вид документа, тематика. И, допустим, ответственная. Мы посмотрим, где у нас эта формула с вами в заголовке автоматически появится, из документа тематика ответственной. Обычно тоже даже когда этого требования нет, на моделирование начинаем смотреть, предлагаем пользователю это сделать, просто визуально, когда вы это не видите, то сложно себе это представить. Так, далее организации. Ну, организации, допустим, мы по-моему общение заполнять не будем, у нас много организаций. Разделения и ответственные. То есть это уже у нас поля, которые мы можем заполнять. Далее у нас файлы, категории и доступ к документу. На вкладке доступ к документу у нас в документ обороте третьем всегда для всех документов по умолчанию работает автоматическое назначение доступа. То есть если у вас сотрудник участвует в бизнес-процессе по документу, то у него есть доступ к этому документу. Он назначается автоматически. И при ряде действий, то есть передача документа, целый ряд есть действий, которые назначают пользователю права, когда для того, чтобы он выполнил свою задачу, ему приходит определенная задача, чтобы он ее выполнил, ему обязательно нужно с документом ознакомиться, работать с документом. Поэтому документ оборот умный, он предусмотрел, чтобы эти права назначались автоматически. Но бывает, что документы секретные, содержат какую-то очень важную информацию, и нельзя допустить, допустим, случайного прочтения каким-либо пользователям, если вдруг он к какому-то процессу столкнется с этим документом, и ему откроется доступ, и это может быть критично. Либо он рассматривает общие какие-то моменты, там, может быть, разные ситуации бывают, как-то эффективный может быть этап согласования. И здесь можно, допустим, запретить автоматическое расширение доступа, это делать именно на этой вкладке, функция она есть. Вот. Если у нас здесь пользователи не заполнены, то, соответственно, у нас работает обычная логика системы, настроенная по доступу. Если мы здесь добавили участников, кто у нас имеет доступ к документу, то работает логика, которую мы зашили здесь. Так, мы настроили, записываем. Так, роли файлов. Ладно, роли файлов сейчас вернемся. Настройка обработки. Правила обработки мы рассматривали с вами на вебинаре подробно, но сейчас мы тогда в целом быстро по этому пройдемся, ее все-таки создадим, устанавливаем, создаем саму настройку и подбираем действия. То есть в правой части у нас есть действия, которые мы можем подобрать в нашу настройку. Так, сначала у нас с вами идет согласование. Далее у нас идет этап исполнения. Так, исполнение. Вот оно у нас просто, исполнение. Записываем. У нас с вами сейчас создана обработка, но правила обработки не заданы. Мы с вами создадим. Они наши два действия в правилах обработки документов. Это одна из сложных тем, поэтому стоит ее рассмотреть все-таки отдельно, не за пять минут. Мы сейчас с вами пройдемся по нашей легенде, то есть согласующей у нас непосредственный руководитель автора документа. Это у нас автоподстановка. Автоподстановка – это алгоритм, по которому в систему у нас идет определенное место документа по логике и забирает оттуда исполнителя. Так, у нас условием идет, что первые два согласующих задачи получают сразу, то есть непосредственно на руководитель подготовившего документ, и служба безопасности. Так, мы с вами видим, что у нас такого, такой роли, как служба безопасности нет. И мы с вами ее сейчас создадим. Роли исполнителей – это больше тема, которая у нас касается… Так, ну, кого-нибудь добавим. У нас тестовая база, поэтому кого-нибудь… Пусть у нас Федоров, он директор, он мне как будто служба безопасности вводить. То есть роли исполнителей – это справочник, которым мы пользуемся для настройки правил обработки документов и направляем задачи на роль, а не на конкретного человека. Если у вас сотрудник уволился, вы назначили на эту роль другого сотрудника и, соответственно, у вас нет необходимости менять сам маршрут. Так, служба безопасности у нас все сразу. И нам надо сделать так, чтобы генеральный директор у нас отдельно был после всех. Мы делаем новый этап. Ставим один за другим. Добавляем участника. Согласование последовательное. Так, сроки у нас, по легенде, у всех по два дня. А здесь у нас генеральный директор. Так, что у нас в ролях? Директор. И тоже у нас два дня. И ознакомление с результатами согласования после всего полностью согласования у нас… Так, автор документа. Подготовил документ. Вот, у него тоже два дня есть на ознакомлении. Так, есть у нас такая функция согласования в режиме замечаний. Мы ее сегодня рассматривать не будем. Скажу, что это согласование, когда мы как в ВОРДе можем писать замечания и их поднимать, корректировать. То есть мы сразу все вместе можем работать с одним документом. Так, согласование и ознакомление у нас есть. Так, теперь нам нужно условия мошетизации поставить. Служба безопасности. Так, вот мы попадаем в наш справочник. Условия мошетизации, алгоритмов проверки. И создаем, что… Делаем мы в режиме конструктора. Можно делать на встроенном языке комбинации из условий. То есть тут уже в зависимости от того, какое правило нам нужно делать. Потому что сегодня мы не будем это рассматривать. Так, поля для выбора. У нас с вами идет ссылка на этот приквозит. Так, ссылка за пределами RF-вебинара. То есть мы с вами сейчас сделали алгоритм проверки. Расставили его здесь. Все, он у нас работает. Теперь у нас директор. Так, сумма ДНКВ больше 100 тысяч рублей. Добавляем правила. Так, сумма ДНКВ больше 100 тысяч рублей. Так, и проставляем данное условие. Готово. И у нас еще есть с вами этап исполнения. Мы тут не рассматриваем рассмотрение апрабатывающего результат. Мы делаем только исполнение. Так, и у нас с вами кадровое отдело, руководитель кадрового отдела. Не буду сейчас новую роль заводить. Дословную. Нам для эксперимента этого будет достаточно. Итак, мы с вами сделали правило обработки документов. Так, заходим в наш вид документов, записываем. Все, правила обработки документов у нас созданы. Также у нас есть режим автозапуска, условия автозапуска, схемы, с которыми мы также можем работать. На вебинаре по настройке обработки мы это подробно рассматриваем, можете посмотреть. Так, теперь в роли файлов. У нас с вами по легенде роль файла основной. Он обязателен к заполнению. И роль файла. Сейчас посмотрю, как у нас. Дополнительные файлы. То есть у нас именно такого, такой формулировки нет. Мы можем ее создать. И выбираем. Она у нас не обязательно к заполнению. Все, записываем наш вид документа. Так, время у нас одна минута, но я думаю, что мы на пару минут задержимся. Если кому-то критично, то... Так, если кому-то критично, то вы посмотрите в записи. Мы с вами настроили вид документа. И мы теперь с вами его создадим. Ну, не зря же мы его настроили. Вот, теперь через документы создаем. Так, заявка на командировку вебинар. Так, с предварительным расчетом бюджета. Мы открываем, у нас появляется наш, карточка нашего документа. Что мы здесь видим? Мы видим, что у нас вид документа заполнилась систематикой. Мы видим, что у нас заполнилась, заполнилась заголовок документа. Так, как мы с вами прописали. У нас идет учет по сумме. У нас обязательно к заполнению организация. У нас заполнился ответственный, он у нас обязательно к заполнению. То есть он по функциональности системы автоматом заполнился. Это типовая возможность. Но если мы его уберем, то система нам не даст записать документ. За пределами РФ наш реквизит появился на вкладке реквизиты. Реквизиты, как мы его переместили. И он у нас подсвечен красным, обязательно к заполнению. Далее мы смотрим настройки обработки. Система нам не дает посмотреть, потому что у нас не заполнена цель комментировки. Помните, мы сделали ее, не перемещали со вкладки свойств. Ну, напишем цель. Ну, вот такая у нас цель. Цель, цель. Теперь мы можем записать нашу карточку документа и посмотреть, что у нас произошло с обработкой. Обработка у нас автоматически заполнилась. И мы можем ее стартовать. А нет. Наша система просит нас для запуска в обработку указать хотя бы один файл с ролью основной. Мы идем на вкладку файлы. Добавляем сюда файл. Ох, я тут не подготовила файлик. Ну, ладно. Что-нибудь добавим в нашу демонстрационную базу. Все, идем на вкладку обработка. Ждем, когда у нас отработает рекламентное задание. Все, задачи у нас полетели. Мы с вами создали вид документа и запустили по нему обработку. Так, на три минуточки я вышла за таймингом по нашим вопросам, которые были в чате. Я постаралась на все ответить. Запись вебинара у вас будет. Мы ее направим. Вопросы, если пока ничего у нас там не прилетит, пока мы с вами прощаемся. Если вдруг что-то прилетит, значит на вопросы ответим, пока они отвечены. Вот. Ну, а вам спасибо большое за внимание. Спасибо большое за активность. И всего доброго, хорошего дня. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»